так скоро пора роение и как бы можно готовиться к ловле раёв готовить ловушки ловушки могут быть разных типов без разницы какая даже бы деревянная бумажная точнее коробка от телевизора подойдет с головой у меня типа такого плана лучшая самая дезинфекция это солнце это конечно перед этой установкой она постояла денеку так вот на солнце высохла свои холстик и сама ловушка крышка как-то так если где-то в лесу посадки это конечно лучше всего их выкрашивать какой-то там салатовый цветом или если на большом дереве толстым то лучше какой-то коричневый цвет если на ветвях там где больше зелени то зеленый ну чтобы меньше заметный был мы раньше расставляли их по посадкам но вандалы не дают заселяться раям слышу посадки редкие сейчас связи с экономией топлива блин посадки выпиливается ну как бы сказать в мега масштабах и просто я не знаю кто там детвора блин пильщики дров блин просто скидывают их и все они потом просто валяются разбитое у дерева так что мы перестали вешать на посадках я просто готовлю и развожу их по родственникам к тёще к родителям друзьям братьям неважно где установил где-нибудь на крыше главное чтоб тенек был на дереве без разницы как бы срабатывается понемногу но как бы такой большой в планах меня нету по ловле району но я постоянно готовлюсь потому что это надо разъезды ездить ставить проверять постоянно ну как бы можно тех у кого нет пчелы ресурсов купить это самый оптимальный вариант для начинания как бы пчеловодством пасекой соорудил себе улей соорудил ловушку и гайда вперед приблизительно где-то выставлять их надо перед акацией как только начинает зажигаться акация не раньше 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 я думаю смысла не будет со своей не обычно идет как раз таки во время акации после это в наших краях где там как у других хрен его знает это продолжаем что нам нужно для ловли район ну конечно ящик сам ящик где будет находиться рой который не дай бог поймается если он понравится пчеле там тоже еще нюансы такие я выставлял ловушечки бы там мучился бы дыры 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 а рой залетал совсем не так куда надо залетал какой-то старый улей обосорный обосорный дабы весь в этом бы в личинках моли бы и там селился ну чтобы как бы вариант такой чем больше запаха пчелиного старого тем больше вероятность то залетит рой можно чисто на одной ващине но все равно нужно какие-то приспособления либо ветош волстик старый вот такой вот у меня еще зимние палочки не все внуклеосе как братья говорят прополисе и воски хороший вариант такой либо вам придется обращаться к пчеловодам просить у них ветоши хотя бы на кусочки их резать и улаживать сверху на рамке либо просить них сушку старую разницу побитую молю она чтобы уже там моли не было вытравить моль можно на сушке есть один спросок продаются и полоски специально это можно в принципе купить у пчеловода пробитую молю сушку и там ящик каком-то его закупорит на кидах вот этих полосок против моли она просто выдохнется сдохнет потом такой формалин идет за базы нам живого неси не остается а потом повы по вырезал самое хреновое составил более-менее куда сушку дам темную как бы для ловли район это оптимальный вариант раньше мы набивали ловушку он вот это вот кататься 6 или семирамочных катаж из 6 но блин не практично в случае если долго не попадается рой там очень быстренько заводится моли и сушка мы ставили старую бы а это не только приманка для пчелы но и приманка для моли восковой неплохая так что я начал как бы фабрицировать но это на просто доступ к ловушкам потом постоянно смотреть я беру одну рамку старую побитую от моли но уже очищенная пчелой такая чтоб пахло хорошо и две лосинки для того чтобы поймать рой хватит и трех рамок с головой потом просто ты уже его переселяешь в улей перевозишь и нормальный улей более-менее рамками там тырын дырын и погнал уже там развитие смотреть весь ли матка но чтобы поймать рой достаточно достаточно одной рамки могу так сказать раньше укутывали там тырын дырын чем больше ты укутываешь тем больше там безвоз без ну как мало продуваемости да так сказать больше закупорено большая сырость если поседаешь дождик это за это для моли сказка поэтому мы вот так вот ставим без никаких заставных еще три три рамки палочки и старый ветошь старый хвостик прополисованный пах пчелой хорошо и все ну если где-то конечно перевозят это прибит крайне рамки воздушками плотненько он уже пчелка одна пролетала мимо что-то почуяла прибить чтобы они не шатались а старые рамки чем хорошо можно еще можно не пользоваться старыми рамками можно попросить у пчеловодов пойти на скрипсти бен прополисов уже дошла сверху рамок дэн такое все ну чтоб она пахла пчелинем пчелинем запахом прополис вот старый гост прополис например там их улики дохренищие у пчеловода попросить там ну то тогда что там за деньги отдаст кто за бутылочку уже неважно но такое можно и тогда можно обычные простые рамки с ващиной и просто ты на рамки наклеиваешь эти кусочки чтобы они пахли по все рамки по верху особенно по верху бруска бы потому что их приманивает какая часть можно и внизу без разницы на боковые и в принципе можно и так без холстика без старых рамок чисто на ващинке как бы как мы это как как вариант для начинающих но в этом сезоне я хочу попробовать еще и приманки когда их не ставлю раньше раи принципе так ловились но думаю хуже не будет я хочу взял вот такой на сукной санрой пластинках и санрой жидкий жидкий как водичка значит пластинка ставится поверх рамки тоже сверху и накрывается ну а жидкая это шприцом набираешь это сама капаешь на рамочке сверху где-то может даже на сушку на ващину неважно он такой бы он как не клей как сопли такой что ну густоватая как бы как масло о если точнее видим масло нас тут не испарялась быстро но с этими прибамбасы надо ставить четко перед роение не за если вот так вот можно ставить еще там до акации за неделю за две то с этими надо ставить вас она все испаряется все равно это как раз таки и когда начинает заседать акации когда идет реально раение уже ну говорят что неплохо срабатывает так что я попробую в этом году может получится получше будем ловить раи еще есть говорят раи но бывало чего говорят одни зара и тащить на пасеку типа не болячки принесут я в корне с ними не согласен в том случае что я наблюдал за своей пасекой и у меня еще не ни разу с больной семьи какой-то хилой там со слабой с клещом либо вообще назематозом на ни разу не вылетал рой она не способна отделиться просто в слабом состоянии все рой вылетает только с крепкой сильной семьи другого варианта я не вижу если другой вариант попробуйте мне при убедить но на моей практике я не видел что со слабой семьи больной какой-нибудь вылетал рой да бывает форс-мажор бывает семья слетает с уля если что-то не нравится меня такое было что слетала мне такое даже было чтобы сентябре прилетала семья чья-то чужая тоже у кого-то слетела видать что-то ей не понравилось блин потому что в сентябре ну никак краем не может быть это только блин можно слететь ну помеха может все что угодно муравьи мыши осы бывает такое что осы начинают так атаковать что семья слетает просто с того места вот такой как бы вариант есть но все равно если она будет назематозная больная она и слететь не сможет ее просто убьют выбьют выбьет другая семья бендовесе ну как то так будем ловить раев в этом году тем более смотрю трутня все все семья заложили в большом количестве трутня и залаживают до сих пор это означает что будет раяние колоссальное в прошлом году не было такого было немного там трутня ну чтоб так вот и то не начали в прошлом году трутня заложили но у меня чуть поздновато получилось развитие из-за того что я ждал сады рапс акацию и оказалось что на акации мне пришлось кормить сиропом потому что развития ноль поэтому они меня развиваться начали только в конце мая и труд трудень вышел в июле вот так вот а в этом году в середине апреля трутень уже летал у меня и сейчас его полный улья там я так думаю раение будет хорошее я буду пробовать придерживать своих чтобы они не улетали способы есть главное как бы по-народному не проебать а так можно придерживать раение и семья не будет улетать так это способ выездных ловушек это вне зоны вашей пасеки да он приблизительно там другом селе пару километров или другой области даже может так едешь в гости ты знаешь что ты их посетишь в мою и потом летом еще раз поедешь купаться да там предположительно речку или на море как бы захватился бы это где-то установил их там если них частный сектор особенно сельский это хорошо так как в любом селе среднем таком там два ровно 300 до 200 300 будет как минимум 5 от 5 до 10 10 пасек это я точно уже проверял а то и больше бывает и меньше так что вот такой вот выездной кочевая кочевая ловля райол но есть еще другой способ у меня я ловлю их никуда не выезжая вот и пчела прилетела пчела любит вот эти старые запахи прополис она его по весне я честно наблюдал в старых улях там открытых бы на старых ранг она его грызет и несет в улей потому что у них по весне жалю за не работает молодой пчела нету а старой пчели уже не работает залеза то которая выделяется эту хрень потом не грызут его и тащат в улей сюда там прополисуют работают так но это не по этой теме есть еще один способ который я ловлю роги прям все на пасеке никуда не выезжая как говорится я все покажу расскажу один год когда-то прибегать ко мне сосед пчеловод пасечник говорит верни мне мой рой я сначала не понял а потом даду я говорю какой рой он тебя в улей я говорю так подожди в улей это уже моя семья какой-то рой бы рой это когда он висит на дереве тогда это твой приходишь снимаешь его и уносишь но когда я готовлюсь к ловле район сушу так улья подготавливаюсь покупаю там приманки сушу хвостики там выставляя себе это уже получается ловушка неважно где она стоит посадки у тебя дома на крыше на огороде это уже моя собственность которую залетает якобы уже моя собственно потому что это предварительно я готовлюсь к этому но это и мое мнение такое что если рой на сетке на дереве на кустике то это чужой пусть приходит пчеловод и забирают кому-то надо но если он уже залетел мой улей ну извините господа пчеловоды я не зазря я не для кого-то готовлю эти ловушки что потом он пришел себе и забрал на всем хорошеньком бен я для себя готовлю для своего развития тем более ради это чем хорошо особенно дальние раи другой области другого села смешивание крови пчелиной да ну как бы так ну как бы лучшее развитие пчеломаток идет на таком уровне так один из способов старый улей которым нет семей но уже жила пчела здесь меня от удочек бжил видно и здесь я просто храню старые ненужные рамки вот так вот прям в открытом состоянии ну как в открытом крышка закрыта но без никакого холстика без ничего без приманок открытое только нижнее отверстие прилетка достаточно для того чтобы сюда прилетела к это разведчица вынюхала понравилось они же там тоже на конкурсной основе вылетают разведчицы для поисков домика прилетают и в которые самое убедительное бы танец можно так сказать или точнее количество пчелок с одного места где кто нашел чем больше их туда и летит рой все как-то так на конкурс на конкурсной основе выбирает свое место жилище обычно улетают подальше километра за три где-то но бывает такое что и соседние пасеки прививается рой это буквально тут бы сейчас расскажу бы ну метров 200 и все и он привился он никуда не улетел ему достаточно здесь было хорошо как бы бы опровергает то что раи не селятся по близости это уже опровержение точное я уже точно знаю что у меня уже пару селились соседские раи в улей и второй способ но это же самое их по весне уже но перед раянием я сушу все улья пустые там просто они принципе не влажные но все равно подсушиваю бы второй способ как ловушка работает у меня две составные одна вторая и чтоб пять рамок там одна старая видно остальные это может лосина бен что-то недостроенное такое строят старенькая и холстик старый холстик накрыл и все гайда ли только открытый наверное да открытый все нормально и вот так вот ловится раи случай был когда мне просто куча старых улей стоит там мы старой сушкой побитой молю вообще там труба бен ну я не смотрю за ним то что я как бы времени не хватает уже одному бен за всем смотреть ну смотрю приезжаю раз работы и вижу что там бы клуб такой кубиться черная понял сырой заглядывая куда самый нижний улик там как-то не забрались бен ну защелились на следующий день я их скрыл посмотреть разгреб там все блин там ужас там быть 10 рамочные улья корпусной набитой сушкой вся побитая молю полностью там ну трубец так что я их не трогал пару дней их не трогал дня два-три только потом вывез в лес за 6 километров они там отстоялись пару дней я их привез домой установил бы потом еще раз они день облетелись в этом уле старом и потом я только переселен куча прошла неделя я удивился когда вскрыл я охренел они выгрызли вычистили все полностью всю глядом но просто блестела реально блестела сушка вся бы старая выглазина и уже практически была языками вся застроенная бы новый ну новым воском их ним без ващины вот такие вот роги вот они и матка уже села там эта неделя прошла уже было пару рамок засеянных так что рой работает хорошо и на чистку и на стройку и на медопродуктивность а плюс еще медок там уже был под натянутый вот такой вот блин удивление было мне когда-то ну как бы все знал кто сказал добавить пока больше нечего в процессе сезона будет и серые буду показывать все как с ними работать что им надо что не надо но это чисто мои навыки как там правильно это все делать я хрен его знает тематик разных много но каждому региону как бы свое пчеловождение идет вырабатывается башкирская например нам не подходит я пробовал не то местными человодами связался начал их не наработки более-менее нормально так ну все по готовке ловушек понятно как сбить ее этом проблем нету берешь рамку под рамку подгоняешь все что были зазоры по бокам там все это обычная коробка будка сама за сказать внизу дырка отверстие но у меня еще внизу для вентиляции есть отверстие вот они сеточкой внизу просверлены отверстия такие как пять копеек и сеточка набита бы как бы для продуха это на дальняк когда мы выставляли это чтобы просто не запарилась пчела или в берега ты снимаешь и пути ночью но все но летом уже как бы в конце мая жарковато перевести там получается час-два едешь просто не запарилась пчела можно сбоку сзади внизу сам сделать дырочки но на дне самое практично все всем пока и удачи в поимке роя в ловле пока и и и и и и и и